Куда она запропастилась? Это тебе за то, что ты надерзила матушке и мне И за то, что пряталась за шторой маленькой крыса Кстати, что ты там делала? Я читала Покажи книгу Ты не имеешь права брать наши книги Мама говорит, что у тебя нет денег И ты живешь на нашем иждивении Я тебе покажу Злой мальчишка! Ты никогда не перестанешь вытираться Крыса! Джейн, прекрати Если бы вы слышали, что она мне сказала Экэзю бы у девочки Эбботт, Бетти, отведите ее В красную комнату и запреть ее там Нет! Держи голову прямо, покажи руки Ты грязная, противная девчонка Ты не почистила утром ногти Я почистила, мисс Ты мне возражаешь? Да как ты посмела? Ты врешь мне Значит, ты еще и врунья Принеси розги Быстро Джейн, ты уронила моток пряжи Джейн, что с тобой? Если бы она меня ударила, я бы выхватила розги у нее из рук и сломала их А по-моему, ничего бы ты не сделала А если бы и сделала, мистер Брокрельхерст исключил бы тебя Лучше просто терпеливо снести обиду Ведь Библия учит отвечать добром на зло Если бы мы всегда были добры к тем, кто жесток и несправедлив, злых людей стало бы намного больше Они бы ничего не боялись и продолжали творить зло Когда нас обижают без причины, мы не должны оставлять это без ответа Когда угасла эпидемия Тифа, число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества Были обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение Конечно, мистер Брокрельхерст, благодаря своим связям, не мог быть совсем отстранен и остался казначеем А наша школа стала полезным и уважаемым учреждением Я пробыла в Лоуде 6 лет в качестве ученицы и 2 года в качестве учительницы Мисс Эйр, пожалуйста Хорошо, Мэри Ветка, дерево Лук Да, я стала учительницей, и мне нравилась эта работа Но после смерти Эллен, моим единственным хорошим другом осталась мисс Темпль Однако пришел день, когда она тоже покинула меня Да хранит вас Господь! Да благословит вас Господь! Что делают люди, чтобы получить новое место? Обращаются к друзьям, но у меня нет друзей Или дают объявление Молодая особа, имеющая преподавательский опыт, ищет место в частном доме к детям не старше 14 лет Добро пожаловать в Торнфилд, мам Спасибо Пожалуйста, входите Джон отнесет вещи в вашу комнату Адель, посиди! А, ла бала! Доброе утро, мисс Эдель Познакомься с дамой, которая будет учить тебя и однажды превратит тебя в умную девушку Здравствуйте, мадемуазель Здравствуйте, мадемуазель Значит, ты француженка Оказывается, я буду учить иностранку Да, Адель родилась во Франции, а в Англии она только шесть месяцев Она может хорошо говорить по-английски, но не любит этого делать Я все содержусь в идеальном порядке Мисс Эйр, хотя мист Ротчестер редко здесь бывает, его приезда всегда неожиданны Поэтому комнаты постоянно готовы Неужели мист Ротчестер такой требовательный? У него привычки и вкусы настоящего аристократа И все в доме должно быть так, как он привык Он вам нравится? Его здесь любят? Да Вся земля, которую только можно окинуть взглядом, принадлежит Ротчестерам Их семью всегда уважали в округе А вам он нравится? Ну, у меня нет причин не любить его Арендаторы считают его щедрым хозяином, хотя практически с ним не знакомы У него есть какие-нибудь особенности? То есть, какой у него характер? Он очень хороший хозяин Это все, что вы можете сказать о нем? Как мне кажется, характер у него безукоризненный Но все же он немного чудак Он много путешествует и, наверное, видел весь мир В этих спальнях спят слуги? Нет, они спят в конце коридора, здесь никто не спит Значит, у вас нет привидений? Во всяком случае, я о них не слышала Миссис Фейерфакс, что это за смех? Кто это? Это кто-нибудь из слуг, скорее всего, Грейс Пул Когда она вместе с ней, они часто шумят Мисс Джейн, вы что, собираетесь выходить? Пойду на почту, чтобы отправить письмо миссис Фейерфакс Но до почты две мили по холме Там жутко холодно, и скоро уже стемнеет Мне понравится прогулка, и я не боюсь темноты Проклятье Проклятье Я могу сходить за помощью Кость у меня целая, просто выех Я останусь с вами, пока вы не сядете на лошадь Вам давно пора быть дома Откуда вы? Из Торнфилд Холла Мне нужно было послать письма Из Торнфилда? Я гувернантка Ах, да Гувернантка Пойдите сюда Извините Похоже, мне придется воспользоваться вашей помощью Отойдите Спасибо Спасибо Пилот Я не сделала ничего, чтобы заслужить подарок Не допускайте на себя сверхскромность Я проэкзаменовал Адели, вижу, что вы немало потрудились У нее не бог вискакие способности И все-таки она достигла больших успехов Сэр, вот вы и сделали мне подарок Похвалили моего ученика Они принадлежат вам? Может, ваш учитель приложил к ним руку? Конечно, нет, сэр Я задел вашу гордость Мне больше всего понравились эти три Откуда вы взяли сюжеты? Из головы, сэр Из той, что сидит у вас на плечах? Да, сэр И там еще остались такие мысли? Думаю, да Вернее, надеюсь, что да Вам не достает мастерства и знаний Хотя для простой школьницы рисунки очень неплохие Я мог быть совсем другим Таким же, как вы Только мудрее И почти таким же непорочным Я завидую покою вашей души Вашей чистой совести Вашим незапятнанным воспоминаниям А каковы были ваши воспоминания 18 лет? Я был похож на вас, мисс Эр Совсем как вы Природа создала меня хорошим человеком Но мне не удалось остаться Я самый обычный грешник И предаюсь всем развлечениям богатых и ничтожных людей Жаль, что я не устоял Жаль, что я не устоял Мистер Молчестер, проснитесь Проклятие Тушите его Возьмите одеяло Все как я и думал А именно, сэр Вы сказали, что видели кого-то в коридоре Нет, только свечу на полу Но вы слышали жуткий смех Я полагаю, вы и раньше слышали этот смех Или что-то в этом роли Здесь есть женщина, швея Грейс Пул Это она так смеется Она очень странная, сэр Вы правы Грейс Пул, как вы и сказали, очень странная Весьма Я подумаю обо всем этом Но, сэр Мисс Эр, кроме меня только вы знаете все подробности сегодняшнего происшествия Прошу вас, никому ничего не говорите Теперь нам будет чем заняться Он возвращается Через три дня Кроме того, он привезет с собой друзей и прекрасную мисс Бланш Ингрэм Доброе утро, мисс Какая красавица Она очень красивая Свадьба состоится через месяц А тем временем я сам подыщу для вас работу Мне неудобно затруднять вас Никаких извинений Вы прекрасно исполняли свои обязанности А значит, имеете некоторое право на мое участие Кстати, мне говорили об одном месте, которое может подойти Пять дочерей миссис Дионисиус Ого в Западной Ирландии В Ирландии? Надеюсь, вам понравится Ирландия, Джейн Я слышал, там очень добросердечные люди Но это так далеко От чего? От Англии, от Торнфилда И... И... И от вас, сэр Джейн, ты должна быть моей Всецелом моей Ты согласна? Скажи «да» Будь моей женой Мистер Ротчестер, я хочу посмотреть вам в глаза Вы говорите искренне? Вы правда любите меня? Вы действительно хотите жениться на мне? Да Если ты потребуешь Я дам клятву Тогда, сэр Я выйду за вас замуж Дай мне счастье И я сделаю тебя счастливой Известно ли кому-либо из вас препятствие для вашего брака Потому что умолчавшие об этом Богом не соединены И брак их незаконен Уверены ли вы, я заявляю, что такое препятствие существует? Брак и сочетание должно быть прервано Продолжайте Я не могу, пока не выясню в чем дело Я в состоянии доказать свое заявление Для этого брака существует непреодолимое препятствие Пожалуйста, объясните, сэр Оно состоит в том, что мистер Рочестер уже женат И имеет ныне здравствующую супругу Доброе утро, миссис Пул Ну, как ваша подопечная? Сегодня вполне сносно, сэр Доброе утро, миссис Пул Перед вами моя законная жена Не ступайте отсюда Мне некуда идти, не закрывайте дверь, пожалуйста Пожалуйста Не толкайтесь, дождь заливает Видно, у вас худое на уме Наверное, привели с собой целую шайку Прочь отсюда В чем дело, Ханна? Кто это был? Какая ты нищенка Мне остается только умирить Ханна! Открывай быстрее! Мистер Сент-Джон, ваши сестры так беспокоились за вас, в дом ломилась какая-то нищенка Да вы еще здесь Какой сран! Ханна, я хочу поговорить с этой женщиной Ты уже выполнила свой долг, так позволь мне исполнить мой Странный случай, я должен разобраться Надеюсь, я недолго буду кормиться за ваш счет Нет Как только вы скажете, где живут ваши близкие, мы известим их, и вы сможете вернуться домой Скажу вам прямо, сэр Это не в моих силах У меня нет ни дома, ни близких Совершенно исключительный случай У вас нет кольца, вы не замужем Сент-Джон Ей же не больше семнадцати лет Мне девятнадцать Но я не замужем Ты слишком настойчив, Сент-Джон Я не смогу помочь, если не буду ничего знать о вас Единственное, что мне нужно, это посильная работа, которая дала бы мне средства к существованию Догая, постараюсь сделать для вас все, что мои силы Не приставай к ней, Сент-Джон Это же сельская школа Вашими ученицами будут дочери бедняков, в лучшем случае дети фермеров Неужели ваш ум и ваши утонченные вкусы и чувства найдут здесь удовлетворение? Я приберегу их для лучших времен Вы понимаете, что вас ожидает? Да, я открою школу на будущей неделе Хорошо, пусть будет так Я знаю всю вашу историю Ваша мать была сестрой моего отца? У них всяких сомнений Значит, мы родственники? Я так рада, я так счастлива Все-таки вы странная девушка Вы были грустны, когда я сообщил вам о наследстве А теперь так разволновались из-за какой-то бездельцы Может быть, для вас это бездельца, у вас есть сестры А у меня никогда никого не было, и вдруг сразу трое родственников Я так рада! Ну, моя дорогая, пойми, это совершенно невозможно А что здесь понимать? Есть 20 тысяч фунтов, нас племянников четверо, и все мы имеем равные права Если разделить все поровну, каждому из нас достанется 5 тысяч Это даже больше, чем нужно И вполне возможно Это слишком большая жертва Жертва! Мэри, дорогая, да это эгоизм Я согласна поехать с вами при условии, что останусь свободной Ваш ответ не ясен Я буду сопровождать вас как сотрудница, но не как ваша жена Как могу я, мужчина, которому нет и 30-ти, поехать с 19-летней девушкой, если мы с ней не состоим в браке? Мне нужна жена Верная помощница, руководимая и наставляемая мною всю жизнь, пока смерть не разлучит нас Я отдам вашему делу все свои способности, но не себе Вы думаете, Господь удовольствует со половиной жертвы? Я готова отдать свое сердце Богу, ведь вы в нем не нуждаетесь Но мы должны пожениться Часто любовь приходит уже в браке Я презираю ваше представление о любви Я презираю поддельные чувства Да, Сэн Джон, я и вас презираю, если вы предлагаете мне такое Простите меня, мои дорогие Меня позвали неожиданно Я буду в отъезде дня четыре, может быть чуть больше Слепой После того, как миссис Рочестер разбилась, он стал спускаться вниз А думал, возьми и рухни Его вытащили из-под развалин южу Мистеру Картеру пришлось тут же отнять одну руку Один глаз ему вышибло, а потом другой воспалился, так что мистер Рочестер совсем потерял зрение Этот Сэн Джон Риверс Он, значит, твой кузен? Да, сэр Он тебе нравился, Джейн? Сэн Джон прекрасный человек, он не мог мне не понравиться Он умен? Очень умен, сэр И хорошо образован Сэн Джон обладает обширными и глубокими знаниями А его манеры По-моему, ты говорила, что это напыщенный педант Я не говорила о его манерах Но он вежлив, сдержан, настоящий джентльмен А его... Его внешность Я забыл, как ты ее описала Этакий неуклюжий паста В тесном белом галстуке Сэн Джон хорошо одевается Он красивый мужчина Высокий блондин С голубыми глазами И греческим профилем Черт его возьми Слышь Открытый Ух Продолжение следует...